8 декабря, день памяти благоверного князя Александра Невского, в храме, названном именем Цветовы, состоялось торжественное богослужение. Божественную литургию возглавил архиепископ Тираспольский Дубоссарский Савва. Вместе с прихожанами на церковной службе присутствовал глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко. Церковь чтит память Александра Невского 6 декабря. В этот день в 2063 году состоялось погребение великого князя во Владимире. Мудрый правитель, блестящий полководец и первоклассный дипломат, собиратель русских земель в единую державу. Александр Невский всегда был защитником православия. К святому обращаются с молитвами о мире и здоровье. Он был воин, он был монах и стоял на защите Русины в те трудные времена, когда нужно было отстоять и защититься с востока, где шла беда, и с запада, где она нашла католичество, хотели нас сделать католиками. Но ему удалось удержать, спасти, сохранить свой орден. И мы сейчас молимся о том, чтобы в наше трудное время тоже у нас на земле был мир. Был мир и в Молдове, был мир и на Украине, и в России. Чтобы не было гонений на церкви на Украине. Чтобы православный мир, и как говорил Путин, и русский мир сохранил себя. Конечно, каждый из нас приходит благодарить Бога и уповать на Бога. Делая добрые дела, мы всегда получаем отдачу, получаем благодать Божью и для себя, для своих близких. И получается, что в храм ходить надо. И спасибо, что есть такой у нас настоятель, отец Михаил. И я очень рада, что попала на архиерейскую службу. Просто нет слов от такой дивной службы. И красота небесная как будто опустилась у нас на землю. Очень трогательно, да слез именно в эти наши годы. В это время такое сложное и тревожное. И молим Бога, молитву ради дивного, великого, благоверного князя Александра. Чтобы Господь даровал всем мира и блага. Сегодня отмечается престольный праздник данного прихода. У самого храма богатая история. Он освящен еще в 1833 году в присутствии российского императора Николая I. В начале 2000-х годов, после десятилетий забвения, здесь снова возродили жизнь. Пять лет назад рядом с Александрневским храмом открыли парк, также названный именем благоверного князя. Субтитры создавал DimaTorzok